Переход на онлайн-обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский национальный технический университет проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии. Благодаря сотрудникам Университетского центра информационных технологий небезызвестная образовательная онлайн-платформа была специально адаптирована для БНТУ. Все факультеты вуза проявили техническую готовность к переходу на такой формат обучения. Мы используем Microsoft Teams, и это площадка, на которой в режиме реального времени преподаватели, студенты могут встречаться. Основная форма коммуникации здесь — это сообщения в группах, которые создают преподаватели или старосты, и видеосвязь. Вот видеосвязь — это та самая лекция, ее можно запланировать на какое-то определенное время. Если нужно, можно провести практическое занятие. Сотрудники медиа-центра проделали немалую работу для того, чтобы воплотить в жизнь такой современный формат обучения. Ребята регулярно на связи со студентами, у которых возникают технические вопросы по использованию платформы. О преподавателях в центре позаботились не меньше. Для них была разработана поэтапная инструкция ведения онлайн-лекций и семинаров, и, если необходимо, в центре готовят предоставить индивидуальную техническую помощь. Этой площадкой, я как понимаю, пользуются многие университеты по всему миру. Да, это популярная площадка. Ей пользуются не только университеты. Очень много айтишных компаний здесь сидит. ЕПАМ — тот же самый. Как оказалось, в ВУЗе разработка технологии началась еще более полугода назад и никак не была связана с пандемией. Такой современный подход к обучению будет актуален вне зависимости от вирусов и работать на благо образовательной системы. Контролировать посещаемость может как преподаватель, который ведет, собственно, это занятие, так и проректорат или деканат. Полезная опция — каждая лекция и практическое занятие записывается, и даже если учащиеся не смогли дистанционно присутствовать на занятии в режиме реального времени, видео и аудиоматериалы неограниченное время будут доступны на портале. Также вся академическая литература находится в открытом электронном доступе. У нас открытый доступ в наш репозиторий нашей научной библиотеки, где в электронном виде выложены все материалы, которые имеются в библиотеке. Такой формат учебы, возможно, даже поможет студентам развить новые навыки. Я бы сказал, что вот такая форма, скажем, заочно-дистанционное обучение, она, наверное, требует еще большей собранности и ответственности. Потому что, ну, одно дело, пришел на лекцию, и тебе преподаватель, значит, с тобой занимается, читает тебе лекцию или проводит практические занятия, а здесь нужно собраться, да, если ты находишься дома в общежитии, и, значит, практически самостоятельно осваивать. При необходимости в этом году университет готов провести и экзамены в индивидуальной или даже электронной форме. И, тем не менее, вся студенческая деятельность, как и в обычном режиме, будет достоверно проверяться.